Еда в отдалённых уголках полуострова может стать дешевле. Краевые власти планируют начать субсидировать доставку продуктов питания в северные районы Камчатки. Об этом на брифинге с журналистами заявил глава региона Владимир Солодов. Нет административного регулирования на цен, может быть, и к счастью нет. А для того, чтобы понизить цены, нам нужно обеспечить нормальную транспортную доступность и удешевить доставку, и сделать приемлемые условия для предпринимателей по торговле. Мы в этом году сейчас рассчитываем, будем, по крайней мере, сейчас к такому решению идём, чтобы начать субсидировать доставку продуктов питания в отдалённые северные районы. Владимир Солодов подчеркнул, что необходимо упорядочить и деятельность перевозчиков, которые доставляют грузы в отдалённые районы края. Жители жалуются, что часто приходится бегать по городу, уговаривать кого-то взять свой контейнер. Ну и, соответственно, люди просто издеваются над теми, кто попал в эту сложную ситуацию, над северянами, которые пытаются отсюда груз отправить. Тоже это неприемлемо, конечно. В 2023 году начнёт работать новое судно, которое мы сейчас строим, крупное, которое тоже будет по этому направлению работать. Поэтому, да, работаем. Быстро, мгновенно решить вопрос с ценами, конечно, не получится, но вместе с местными властями будем её решать. Глава региона также добавил, что на севере полуострова с продуктами питания дела обстоят не очень хорошо, а цены в магазинах кусаются. Так, стоимость десятка яиц доходит до 500 рублей. Понятно, что это абсолютно ненормальная ситуация, ни в какие ворота она не лезет. Но вот, может быть, вручную вот эту попробуем отработать, прямо договориться, чтобы яйца доставлялись непосредственно из птицефабрики туда, на север. Редактор субтитров А.Семкин